Потому что мне кажется, что в современном искусстве невозможно что-то сделать, оригинальное или авангардное. Но если что-то возможно, то одно из этих вещей – это обращение к нашему недавнему или давнему прошлому. Потому что, как вы видите, из моей лекции одна из ее таких тем, что мы абсолютно ничего не знаем ни о современной культуре, ни о прошлой культуре. То есть наши книжки по истории архитектуры, кино и так далее, где столетия сводятся к десяткам имен, это нужно все расширять. И вот весь какой-то вектор этой серии биеналис, направленных на такое внимательное изучение и взаимодействие, и активация индустриальной истории Петербурга и области, это очень-очень, мне кажется, прекрасно, это очень авангардно. И вот сегодня меня привели на совершенно потрясающую выставку, которую я тоже вам советую посетить. Это в Центре современного искусства, осталось всего два дня. Это первая, наверное, такая выставка, очень большая, вот такое авангардное, неофициальное искусство, опять же, Кетербурга и его области начинают с 60-х годов. И такие просто, знаете, пласты выходят, да, то есть как бы все, что происходило в мировом искусстве, здесь тоже происходило, причем все было придумано абсолютно независимо. То есть это очень интересно исторически и теоретически. Окей, значит, ну и последнее я хочу сказать вещь, что как бы этот доклад, он такой уж не обкатанный, это статья, которую я писал буквально две недели назад. Я постараюсь как бы сам себя переводить с английского на русский. Вот, и единственный результат, что это будет такая большая, так сказать, фейлор, поэтому я сразу предлагаю вам такие теги, которые вы можете поставить на этот доклад, типа, значит, Манович отстой, вот, но может получится Манович жесть, Манович норм. Так, ну, в общем, так сказать, надеемся не только отстой. Вот, но я уже готов к этому. Значит, план доклада, да, значит, две части. Значит, одно, значит, это первая часть использования искусственного интеллекта в современной культурной продукции и вообще в современной культуре, то есть, consumer culture, professional culture и так далее. Вторая – это как бы не менее, даже, может быть, уже более развитие развития искусственного интеллекта для культурного анализа. То есть, как вы видите, в каком-то смысле современные теоретики, искусство, социологи, культурологи – это уже капитанные ученые, которые уже лет 15 применяют эти методы, и некоторые из них гораздо круче как бы искусствоведов, социологов, потому что они смотрят на данные, как бы они пользуются какими-то там неомарксистскими, скажем, и другими концепциями, которым уже по 200 лет, и которые, мне кажется, уже трудно объяснять нашу реальность. Первая часть. Если мы вернемся, так сказать, к кардинальному видению, к кардинальной парадигме искусственного интеллекта, то есть это термин, который официально как бы появился в конференции, которая была в Dartmouth College в 56-м году, и это развивалось очень активно и в Америке, и в Европе, и в России, то есть Россия в каком-то смысле опережала очень часто Америку до конца 60-х годов в этой области, то цель как бы этой парадигмы 50-60-х годов было как бы научить компьютер, делать те же самые когнитивные какие-то задачи, которые может делать один человек. То есть идея была симуляция, автоматизация каких-то функций, когнитивных функций, которые может делать один человек. Так то, например, играть и выигрывать в шахматы, решать математические задачи, доказывать какую-нибудь теорему, понимание устной и письменной речи, понимание содержания отдельных изображений, потом видео и так далее. История искусственного интеллекта – это некая такая волна, то есть были победы, потом были поражения, в какие-то моменты становилось очень популярно, в какие-то моменты люди понимали, что это было немножко oversold, и как бы весь вообще фандинг прекращался. То есть последние где-то 7-8 лет мы на таком очередном битке. Но поскольку это настолько уже все окружено хайпом, то есть, конечно, к концу этой декады, конечно, все опять люди зачаруются. Но с другой стороны, искусственный интеллект, или то, что сейчас принимается под искусственным интеллектом, что на самом деле не имеет никакого отношения к этому понятию, он как бы очень успешно применяется, в каком смысле некий такой, так сказать, engine, то есть, как бы, такая машина нашего общества. И в каком смысле можно сказать, что он применяется в нашем обществе, чтобы делать его более стабильным, более predictable, более эффективным. Например, классические примеры типа использования, скажем, искусственный интеллект принимает решение, нужно ли там человеку дать loan, то есть, нужен ли ему долг, в зависимости от его кредитной истории. Или, скажем, там, в Америке, как бы, в больших компаниях, там приходят столько аппликаций, что искусственный интеллект используется, чтобы, как бы, отсеять эти аппликации, и чтобы уже интервью приглашать каких-то людей, которые, наверное, действительно, как бы, имеют право на эту работу. И так далее. Но тут я хочу декать такой футноут и сказать, что, во-первых, как бы, то, что сейчас принимается в этой декаде под искусственным интеллектом, вообще мало имеет общего к тому, как это поминалось вначале. Потому что, как многие это знают, то есть, сначала была идея, как бы, понять, как человек, там, играет в шахматы, как человек распознает содержание изображений, и так далее, и так далее. И, так сказать, написать правила. И потом научить компьютер действовать по этому правилам. Но теперь, как бы, парадигма, которая практически стала очень успешной, это, как тоже называется, Superwise Machine Learning. То есть, мы берем компьютер, мы берем какое-то большое количество каких-то примеров. То есть, мы даем компьютеру эти примеры. И компьютер, как бы, там, нейронная сеть обучает себя, так сказать, как эти примеры классифицировать. И потом, когда мы даем новые примеры, он их классифицирует, скажем, это приблизительно правильно. То есть, мы показываем компьютеру там миллионные фотографии. В одних есть лицо, в других нет лицо. И компьютер через какое-то время строит какую-то модель, которая позволяет ему уже, когда мы показываем новые фотографии, распознавать, сказать, что в этой фотографии есть лицо, в этой фотографии нет лица. Это лицо, там, девушка, там, 20 лет, не знаю, там, из Екатеринбурга, она пришла на Бенале и так далее, и так далее. Но проблема, что, конечно, такой некий философский казус, чаще всего эти модели, это то, что называется, черный ящик. То есть, мы не знаем, как компьютер научился это классифицировать. И хотя эти модели применяются все больше и больше, потому что они эффективны, сами, как бы, самые главные практики, теоретики, или же модели, в частных разговорах говорят, что это, конечно, дело времени, когда эта парадигма, наверное, уйдет, или эта парадигма просто, так сказать, ну, она будет, другие придут парадигмы. Потому что, скажем, когда вот ребенок учится там, ходить, говорить и так далее, это не то, что там родители, как бы, начинают там, учить его грамматику, или, скажем, там, систематично дают ему там примеры, да, то есть человек как-то берет информацию, мозг практически берет информацию из пространства, какие-то там сигналы, какие-то корреляции, вот, то есть, как бы, это то, что называется антсопервайз лерни. Ну, хорошо. На что, в общем-то, меньше, мне кажется, внимания было пока уделено, то так, что в дополнении какой-то автоматизации каких-то когнитивных, так сказать, таск, компьютер теперь еще используется, то есть искусственный интеллект уже используется уже много лет, ну, несколько лет, для того, чтобы автоматизировать эстетические стороны нашей культуры. Давайте посмотрим на несколько примеров. То есть, например, ну, вот мы все пользуемся Инстаграмой, да, сейчас мы, например, такой пик Инстаграмы, и, наверное, вот на этих Инстаграмах как бы есть экспорт скрин, если вы делаете search, у вас такой скрин, да, и этот скрин вам показывает, как бы, никогда такого микрофона не было, теперь понимаю, почему Мадонне, так сказать, платит такие деньги, это вообще держит на голове, то есть он рекомендует вам какие-то там изображения или видео, вот которые, скажем, вам будут интересны, используя огромное количество разных сигналов, разной информации, да, причем эти изображения, которые вам рекомендуют, это чаще не просто, скажем, там, министическая архитектура или там, не знаю, какие-то красивые пляжи, они часто будут в таком стиле, который вам еще понравится, да, или, скажем, есть такие сервисы типа Artsy, которые могут вам рекомендовать там, то есть, произведение искусства, которое компьютер считает, вам будет интересно, при этом изучаются как бы те возведения искусства, на которые уже кликали, которые уже лайкали, на которые как бы ваши друзья лайкали, то есть компьютер как куратор, который подсказывает вам, то есть, что вам будет интересно, так, или, скажем, ну вот, может быть, девушки, я не знаю, или мальчики, вы же такие всемодные, в Викодибурге, пользуются всякими apps, которые beautify, как бы selfies, да, то есть, как бы retouch вашей фотографии автоматически, вот, или, например, значит, есть даже более интересные примеры, есть такая аппликация Verole из компании iBeam, которая автоматически дает эстетическую оценку вашей фотографии, она дает вам число, говорит, эта фотография успешна, эстетически 3,4, 67 и так далее, окей, вот, и вот, в принципе, так сказать, ученые из этой компании привлековали несколько таких подробных пост, и это как бы они описывают, как бы, как они учат эту систему, то есть, опять же, supervised machine learning, то есть, показываются компьютеру там миллионы фотографий, которые, как бы, так сказать, ну, эксперты, да, или, может быть, определяются просто по количеству лайк, делятся там на хорошие, плохие, так сказать, полухорошие, и компьютер как-то, так сказать, смотрят на пиксел, да, считает, какие-то там фичи, что-то выделяет, и, как бы, он, так сказать, встает какую-то такую внутреннюю модель, которая позволяет ему давать, как бы, количественную оценку эстетики новых фотографий, те же самые компании в другом своем пост описали систему буквально вот несколько месяцев назад, где они пытались, как бы, симулировать вообще, как бы, как бы, мышление профессионального фотографа, значит, они частью этой системы, то есть, знаете, вот как бы вы как бы редактируете ваши фотки в Инстаграм, в Инстаграм, да, вы там начинаете отбиливать фон, там немножко контраст увеличиваете, да, немножко делаете более цветное, так далее, так далее. Ну, давайте мы научим, как бы, искусственный интеллект делать то же самое, да, и вот, значит, это пример одной части этой системы, во-первых, сначала он идет на, знаете, вот Google Street View, вот фотографии, которые используются для этого Street View, в Яндексе тоже есть такая штука, да, вот отличие, что в Google, конечно, у нас все лица, все лица блёрд, а в Яндексе все не блёрд, вот. Ну, вот, сначала он выбирает фотографии, вот слева, да, которая ему кажется будет потенциально интересной, и потом он применяет некую такую маску, это как бы средняя, так сказать, средняя колонка, да, которая как-то статизирует эти фотографии, то есть он находит какие-то там части, и потом как-то усиливает контраст, или усиливает яркость, то есть создает некий такой интерес. И вот это как бы пример этих фотографий. По-моему, это полный отстой, так сказать, но это как бы только начало, да, но дайте он еще научится, да, и так далее. Ну, и, конечно, если мы посмотрим на примеры, как бы, которые идут уже не только визуальная культура, а все остальное, как бы, да, опять же, использование искусственного интеллекта, это как бы много-много разных примеров, это рекомендации, Spotify, Amazon, Netflix и так далее, или, скажем, это естественно, видеоигры, все построены на этом, то есть вы играете в игре, где не только, как бы, много, многие, так сказать, characters, которые генерируются в реальном времени искусственным интеллектом, но иногда есть такие игры, где, как бы, сами, как бы, environment, сами пространства генерируются или модулируются искусственным интеллектом в процессе игры, да. Ну, так сказать, как теоретика, там, историка культуры, естественно, вопрос, который возникает для меня, вот эта автоматизация, которая уже происходит на разных уровнях и в разных областях, как бы, культурного процесса, да, то есть тот факт, что компьютеры показывают какие-то примеры, хорошие фотографии, да, если, скажем, компьютеры вам начинают рекомендовать, какие вы должны прочитать книжки, там, смотреть телевизионные программы, кого там фоллов на Инстаграме, вот, то есть тот факт, что вот эта автоматизация ведет ли она к постепенному уменьшению культурного, культурного разнообразия, cultural diversity, да, и, что самое для меня интересное, да, что когда мы задаем такой вопрос, для того, чтобы на этот вопрос начать отвечать, и даже если мы никогда на него не можем ответить количественно, да, он, так сказать, дает нам толчок, чтобы подумать, как вообще нам измерить, вообще можно ли измерить, и как нам измерить, скажем, опять же, культурную, как сказать, variability, diversity, variability, как по-русски привести получше, а, как, по-русски, а, diversity, diversity, разнообразие и variability, да, вот, и для современного культуры, так сказать, если мы, как бы, будем это измерять и, так сказать, брать большие культурные данные, то есть будет современный, так сказать, digital media, то есть это будут там всякие посты, это может быть будет там, так сказать, какие-то слои на картах, так сказать, которые вы добавляете всякие сервисы, это будет там видео, это будет, так сказать, изображение, это будет и так далее, и так далее, да, окей. Ну, к этому вопросу мы вернемся чуть попозже, но я хочу еще привести другой, как бы, цикл примеров, то есть мы пока говорили вот это использование искусственного интеллекта, якобы такой consumer culture, то есть recommendations, beautification, так сказать, и так далее, и так далее, но в реальном, втором реальном, то есть реальном профессиональной культуре, понимаете, там как бы немножко это еще не так меньше задействовано, потому что, знаете, профессиональный там дизайнер, куратор, художник, режиссер, но вы же не хотите, чтобы вас заменили как бы железом, правильно, поэтому они сопротивляются, так что, с другой стороны, если вы там голливудская, я не знаю, студия или кто-то еще, вы скажете, вот мы задействовали искусственный интеллект, это такое, как бы, хорошо для пиара, да, вот, но как бы есть уже примеры, но пока, так сказать, эти примеры, так сказать, то есть на самом деле, как бы они говорят, вот, в прошлом году IBM Уотсон создал нам трейлер для нового фильма, то есть не это, что он не создал трейлера для фильма, то есть ему, опять же, как ему показали там примеры там, не знаю, тысяч разных трейлеров, вот он взял материал фильма и как бы нарезал как бы разные возможности, и потом уже как бы здесь, как бы, ну, монтажер уже выбрал, как бы, и все это немножко как бы доделал, то есть примеры, которые мы видим сегодня, там, так сказать, используем искусственный интеллект для проектирования одежды, как бы фэшн, архитектуры, дизайны, музыки и так далее, то есть чаще всего, вернее, в общем-то, я пока не знаю ни одного примера, где, вот, как бы, не знаю, компьютер что-то сделал, и Грибут сказал, ну, давайте покажем, потому что страшно, а вдруг компьютер сделал полный отстой, правильно, так что пока, как бы, человеческие, как бы, профессиональные, как бы, культурные продюсеры, дизайнеры и так далее, все это контролируют, наверное, в какой-то момент, когда мы полностью компьютерам доверимся, и когда этот момент наступит, если он наступит, то мы сможем сказать, что у нас наступила по-настоящему, как бы, так сказать, культура искусственного интеллекта, то есть культура, которая создает сам искусственный интеллект. Опять же, значит, ну, хорошо, а как это соприкасается с культурной теорией? Ну, мы скажем так, вот скажем, там IBM, это скажем, какая-то компания, значит, вместе работал с IBM Watson, они показали им там тысячи, десятки тысяч разных трейлеров, разных фильмов, то есть компьютер выучился, да, сделал какую-то, опять же, внутреннюю модель, так сказать, как из фильма, как его сжать, сделать из него трейлер, да, и потом он сделал трейлер для, так сказать, блокбастера, но вопрос стоит в том, понимаете, если мы можем как бы эту модель выявить, то есть получает, что компьютер, это может быть культурным теоретиком, да, то есть компьютеры, когда их обучаем там создавать новую одежду, новые дизайны и так далее, и так далее, на примере, как бы, миллионов уже anschущихся примеров, то есть компьютер, как бы, да, он смотрит на это, и он выявляет какие-то цикономерности, какие-то корреляции, какие-то техники, какие-то стереотипы, то есть если мы можем из него это вытянуть, получается, что этот компьютер становится нашим партнером по созданию теории. То есть machine learning is a cultural theorist. Но тут же мы опять упираемся в эту проблему, что по крайней мере в эту декаду, вторую декаду 21 века, самые успешные практически экономические формы искусственного интеллекта это именно supervised machine learning. Supervised machine learning чаще всего именно производит то, что называется black box, то есть черный ящик. То есть компьютер все это делает, он классифицирует новые данные, он создает там новый трейлер для фильмов, он создает новый музыкальный хит. Но что он там улучшил, что он там вычислил, какие законодательности он нашел в том материале, который мы им кормим, мы этого не понимаем. В этом смысле, конечно, есть большая разница между классическим теоретиком 20 века или как бы теоретики, прекрасные теоретики, которые здесь выступали вчера и сегодня, которые смотрят на какой-то материал, тоже анализируют. В смысле, это когда то, что я делаю, и то, что делает Герт Лоббинг, это тоже как такой AI. Мы смотрим на реальность, мы смотрим на миди, смотрим на Facebook, то есть я там нахожу одни закономерности, Герт Лоббинг находит другие закономерности. И мы потом подаем такую теорию, где все как бы описано, так сказать, раз, два, три, четыре. Компьютер как бы создает такой черный ящик, то есть мы не знаем, так сказать, что он там нашел. Хотя сейчас ведется все больше и больше активная работа, чтобы бороться с этим пороком современной формы искусственного интеллекта, то есть создается визуализация, то есть собственно, компьютер учат какие-то там стадии, так что возможно это будет предъявлено в какое-то довольно близкое время. Второй вопрос уже такой более практически экономический. Ну хорошо, скажем, есть голливудские студии, есть дизайнерские студии, есть архитектурные компании, есть там Facebook, так сказать, Яндекс, там ВК, ВК, ВКонтакте, так сказать, Вайбу и так далее. Ну хорошо, предположим, эти компании променяют искусственный интеллект уже в новые его формы, то есть в новые формы machine learning, когда компьютер создает такую очень explicit, так сказать, такую модель закономерностей, так сказать, стереотипов, корреляций в каких-то культурных массивах, ну что они нам скажут, да? То есть получается, что, может быть, IBM, так сказать, или там, или, так сказать, Яндекс создают культурную теорию нашего времени, только нам про это не говорят. То есть они на самом деле все знают. Окей. Теперь мы переходим, так сказать, ко второй, собственно, теме, да? То есть использование искусственного интеллекта не для, так сказать, рекомендации, не для создавания нового формы культуры, не там, для бетификации селфис, а использование искусственного интеллекта как бы для анализа существующих культурных массивов. Вот. Ну, слава богу, то есть есть люди, которые работают там в IBM, Google, Pinterest и так далее, но они тоже копитные ученые, они тоже не дураки, естественно, они тоже хотят публикации. Если вы пойдете там в Google Scala, то есть там, на самом деле, вы видите очень подробные публикации людей из YouTube, как работает YouTube, людей из Pinterest, как работает Pinterest, может быть, там какие детали будут не досказаны, но там будет больше, чем достаточно. Но кроме этого есть как бы сотни тысяч людей, которые работают в информатике, то, что называется computer science, студенты, и за последние 12 лет были опубликованы миллионы, миллионы статей или какие-то докладные конференции, потому что компьютерная, инженерная информатика, часть академии, она огромна, из миллиона статей анализируются какие-то культурные данные, чаще всего это данные социальных сетей, но не обязательно. То есть иногда это просто решаются какие-то технические проблемы, но лучшие из этих статей, ну или самые интересные из этих статей с моей точки зрения, это собственно есть новая культурная теория. То есть как бы если их можно прочитать из статьи правильно, или как бы найти там самые интересные, я вам сейчас приведу несколько примеров, из какой-то смысла эти люди создают культурную теорию. Ну и как бы многие области, вот пример областей, где это происходит, значит это компьютерная сайенс, которая включает в себя компьютерное зрение, автоматический анализ языка, речи, компьютерная мультимедия, потом есть такая вещь как веб-сайенс, когда появляется интернет, как бы наука изучает сети, есть такая вещь как компьютерная сушио-сайенс, которая уже огромная, то есть использование точных методов в социальных науках, есть такая вещь как science of cities или там urban informatics, то есть использование комбийных методов для анализа городов или каких-то других поселений, есть такая огромная область как digital humanities, есть digital history, есть уже digital art history, есть urban studies и так далее и так далее. На самом деле мы говорим по крайней мере о дисциплине новых наук, которые все сформировались за последние 10 лет именно на идее, что мы можем собирать большие культурные данные или исторические, или современные то, что консюмеры ставят на все эти сети, или там блоги и так далее, и так далее, и что из этого можно выводить, и что-то можно понять. Я вам сейчас покажу примеры. Ну, по-разному как бы это пейпер статьи, по-разному можно просто какие-то киеворты напечатать там Google или Яндекс, но я что делаю, я иду на Google Scholar, бесплатный как бы веб-сайт, который Google нам представляет, который индексирует именно всякие научные статьи. Вы понимаете, если я просто поставлю Twitter, там выйдут всякие там журналисты, всякие там культурные критики, а меня интересуют как бы статьи именно количественные. Люди как бы собирают какие-то дейтасеты и потом строят какие-то теории, что-то анализируют. И оставлен перед Twitter дейтасет. И вот выходит 600 тысяч статей. Что вы понимаете, может быть даже не 600, может быть их 200 тысяч. Ну, достаточно. И если начинаете вычитывать название этих статей, там начинается самое-самое знаменитое, как предсказывать грипп, используяя Twitter, то есть просто читая название этих статей, такой мета-анализ, там видно, что, конечно, некоторые из них как бы может быть интересны более практические, некоторые более интересны для компьютерщиков, а в некоторых есть уже какие-то технологические, регуманистические какие-то идеи. так, YouTube дейтасет, уже меньше, но 317 тысяч. Так, понимаете, как бы в принципе я и мои коллеги вообще опубликовали самые первые статьи в 2012 году, это как бы меньше, потому что всегда как бы пока вы напишите, пока вы соберете данные, пока вы их обработаете, пока вы опубликуете статью, это всегда занимается год-два, но там выходит 9 тысяч статей. Уже возникли определенные такие микрообласти, есть такая область, в которой там только 30 тысяч статей, называется стати компьютер предикшн, то есть люди собирают скажем там Pinterest, Instagram или какие-то специальные комьюнити с фотографов, где сами фотографии как бы рейд, фотографии профессиональные, профессиональные, красиво-некрасиво, и потом они анализируют, используя копитные методы различные аспекты гидридуальных фотографий и строят театрическую модель, которая пытается предсказать, какой это фотографии будет рейтинг. То есть опять же это попытка автоматизировать и понять, как люди оценивают эстетику фотографий, видео и так далее. И вот вам такая одна из известных статей в этой области первый ее автор молодая ученая, которая сейчас работает в Кембридже, мы с ней тоже написали пару статей. Они пытались сделать компьютерную модель, которая предскажет уровень креативности YouTube videos. Они забрали датасет, несколько тысяч videos, потом они использовали не мимикальный кутерок, но какой-то другой сервис, лучший, в общем, краудсерсинг, рабочие, не рабочие станка, а рабочие уже интернета. В общем, как бы сделали каждому видео, они дали какую-то оценку, насколько оно креативно. Они собрали несколько сот тысяч оценок, и потом они пытались сделать модель, как-то будет предсказывать. Эта модель смотрит и на аудио, и на видео, и вот она выделяет сотни разных фичерс, фичерс только характеристики, которые количественно определяются, то есть может быть одного до ста, одного до тысячи, и вот примеры того, что они из каждого видео автоматически выделяют, например, с точки зрения видео, есть ли стоп мошен, есть ли луп, сколько там движения, камера дрыгается или нет, когда они смотрят на отдельные фреймс, например, какая там дефофилд, какой там контраст, есть ли там симметрия, потом можно вычеркнуть, насколько фотография уникальна, и так далее, палитра цветовая, и так далее, и так далее. Ну и вот результат, то есть эти модели, да, они практически никогда не работают на 100%, но чаще всего они работают неожиданно хорошо, то есть гораздо лучше, чем просто случай. То есть поясняется, да, что если как бы мы все эти характеристики, да, вместе сложим, какой-то алгоритм, то есть он сможет предсказать вот как бы эстетический рейтинг этих видео простими людьми, не вами, не кураторами, не стеты, простими людьми, 8 раз из 10. Для меня это просто такая некая революция, да, то есть ну да, вот как бы появились коммунитарные науки, социальные науки в 18-19 веке, так сказать, и мы строим всякие прекрасные теории, и конечно мы будем продолжать, но какие-то аспекты культуры, про которые мы можем как бы там тысячи часов вести беседы там за чаем и за пивом и мы никогда не знаем мы правы или нет. То есть теперь все эти теории можно теоретически некоторые из них проверить и посмотреть, да, то есть как бы то есть выясняется, что если как бы ваша модель там 8% времени работает, вполне можно представить, что как бы вот эти характеристики, эти dimensions, которые она выделяет, это те же самые характеристики, которые используют ваш как бы мозг, ваша cognition, да, то есть таким образом как бы повлияет уже такая эмпирическая теория эстетического как бы эстетического восприятия. Это же круто. Вот. Ну вот я как бы как я уже как я думал этот доклад займет больше, чем я думал. То есть я хотел еще дольше рассказать, но завтра если бы придет набор, чтобы у нас больше времени, я просто быстро побегу про слайдом, но показать вам еще размер данных, которые собираются для такого анализа. Ну вот другая статья, тоже как бы ведущих людей в области, профессор в Корее. Ну вот как бы все там селфи, 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 селфи. Давайте посчитаем. Правильно? Они собирают дейтасет, значит, четырех разных дейтасет, потому что давайте просто мы возьмем как бы рэндом какое-то количество фотографий, ну, 10 миллионов инстаграммы, и потом компьютер просто найдет фотографии с лицом. Или, скажем, можно взять фотографии, где есть хэштекс, селфи, селка и так далее. И так далее, и так далее. То есть селфи можно по-разному определить. Ну и потом происходит анализ, не только количественный, но они потом выдвинули как бы три гипотезы, почему люди делают эти селфи, и потом их проверили на селфи из 180 стран. То есть можете с этим спорить, не спорить, но опять же, понимаете, такой вот объем, такой охват, он просто невозможен для традиционных митарных наук или традиционных социальных наук. То есть для меня это вот в этом будущее вообще теории, для меня вот как бы это вот такие исследования, которые позволяют сравнивать поведение людей в тысячах городов, вообще в двух своих странах, а они смотрят только на определенный город, определенную область. хотя, как я последнюю часть доклада вам расскажу, после того, как я в общем 10 лет сам этим занимался в нашей лаборатории, у меня были коллаборации с этими учеными, я все больше и больше стал на самом деле разочаровываться, я просто стал понимать огромные ограничения этого метода, про которых я вам тоже сейчас несколько секунд расскажу. Ну вот как бы статьи этого года, значит, это уже как бы, да, то есть постепенно все эти исследования становятся все более и более интересные, ну здесь они взяли такой маленький датасет, 100 миллионов фотографий из Инстаграма, нет, 100 миллионов, опять же их обработали, и потом компьютер автоматически разделил их на кластеры, то есть кластеры это какой-то набор объектов, которые чем-то похожи, да, и вот, так сказать, вот здесь примеры, здесь примеры, то есть опять же, понимаете, это компьютер начинает с каких-то описаний, да, он просто смотрит на фотографии и говорит, вот там люди в белых тишерте, вот там, не знаю, девушки там в сером на сером, да, и вот как бы как бы там из 12 сотен, сотен таких кластеров, которые компьютер нашел, так сказать, и как бы потом можно сказать, ну хорошо, вот в Генебурге, да, скажем, у нас там 18 или 20, 80 стиль одежды, так сказать, как они распространены по разным районам и так далее, как-то меняется. Опять же, это, понимаете, самая первая, как бы, статья, то есть буквально вот этого года, то есть вы можете сказать, что некоторые этих кластеров может быть наивные, и может быть компьютер не может анализировать текстуру, и так далее, и так далее, силы, то есть, конечно, в этом есть огромные ограничения, но тот факт, что можем задать такой вопрос, но, собственно, ухраняем, что есть модные журналы, да, ну а что вообще люди в мире носят, да, ну что, все носят серый сером, так сказать, не знаю, какие бренды, вот, то есть как, что люди сочетают или не сочетают, то есть как бы такая антропология, антропология, как бы на нашей планете, и вот как бы первые результаты, вот, ну а как вы уже видите, существует там сотни тысяч или даже миллионы таких исследований современных культурных данных, то есть это в основном социальные сети, но кроме этого уже есть как бы люди из теории истории кино, литературы, театра и так далее, которые стали применять такие же методы для того, чтобы исследовать культурную историю в их областях, ну вот значит психолог из Украинского университета и его коллеги-студенты опубликовали там уже, по-моему, 20 статей, сначала они начали 150 фильмов, теперь у них уже как бы там 10 тысяч фильмов датасет, и они просто стали как бы опять же измерять такие самые как бы простые параметры этих фильмов, например, там среднюю длину кадра, да, и строить такие простые графики, то есть как-то меняются, вот значит датасет 10 тысяч фильмов, ну как бы они сказали, что это в основном голливудский или фильмы как бы с английским языком, вот, и значит, ну, значит, экс, горизонтально у вас как бы, значит, год, вот, а вертикально, каждая точка это фильм, и вертикально как бы это средняя длина кадра в каждом фильме в секунде, да, и вот, и вот как бы эти, в принципе, один и тот же график, это просто разные кривые, которые вы можете как бы каким, так сказать, фитка, это дейта, вот, но понимаете, когда мы это смотрим, да, то есть график, он инстрирует как бы потенциал, и очень будут какие проблемы вот этого компьютерного статистического подхода к изучению культуры, то есть первая проблема, да, мы смотрим на этот график, да, мы видим, что здесь такая тренд, да, то есть, скажем, если там в 2012 году средняя там длина кадра была там 16 секунд, к 2012 году она стала там 3 секунды, вы понимаете, это средняя, да, это средняя статистическая, но есть еще огромная вариация, да, то есть видите, как бы точки, как бы некоторые снизу, некоторые снизу, некоторые сверху, когда вы описываете какую-то тенденцию современной исторической культуры, да, и вы находите какие-то средние, средние величины, то есть вполне может быть возможно, что вообще большинство культурных объектов, они лежат как бы за пределами этих средних значений, да, то есть такой ахилле, ахилле из хилл статистики, да, что это как бы, что когда мы все уравниваем и смотрим на центральную тенденцию, то есть есть такой, на самом деле, маленький процент фильмов, которые действительно лежат на этой литке, да, ну вот как бы она постепенно становится более и более интересной, вот как бы с моей точки зрения одна из самых интересных, как бы статей, это 15-го года, значит, в чемпете, можете посмотреть на апелляцию этих людей, да, то есть это люди, которые в общем-то видны из статьи, что они действительно профессионально понимают музыку, но при этом, как бы они, так сказать, из кафедры, там, не знаю, биологии, инженерной, компьютерной, да, то есть вот они делают теорию музыки, но эмпирически, что они сделали, они начали с дейтасет, это приблизительно 500 тысяч рекординг, значит, запись, популярных всяких треков, где-то 50-го по 2010-й год, и они говорят, знаете, так же, как биологи, скажем, там, изучают эволюцию на Земле, в какие-то моменты у нас больше, в какие-то моменты у нас меньше, то есть это очень главный вопрос, важный вопрос для биологии, давайте мы это измерим в музыке, и вот помните, я начальство лекции задал вопрос, ну хорошо, как бы, а как вообще можно измерить, как бы, так сказать, diversity, variability, так сказать, и так далее в современной гидральной культуре, вот они, как бы, измерили это в музыке, но вместо того, чтобы как бы так тупо, значит, измерить одним способом, они предложили четыре разных способа, но опять же, я вам отсылаю, как бы, статья для гидритарии, но как бы четыре графики, которые показывают, как бы, изменение вот именно diversity, да, среди этих, как музыкальных, значит, recordings в течение, там, 60 лет, и они сказали, в общем, два из четырех, два, ну, с точки зрения, самых главных, то есть, в 60-е годы diversity становится меньше, 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 а в начале 2000-х становится больше, больше, больше. то есть, понять, не то, что вот, как бы, такая вот примитивная идея, с которой я начал, что, наверное, все больше и больше коммерциализация культуры, глобализация культуры, использование искусственного интеллекта приводит к тому, что diversity уменьшается, но, по крайней мере, в этом исследовании они нашли, что вот, как бы, да, такие diversity curves, в какой-то момент они уменьшаются, а потом они увеличиваются, ну, у меня осталось, может быть, еще, не знаю, 5 минут, но это прекрасно, потому что основная часть доклада просто войдет, как бы, в workshop. Завтра, если вы придете, то есть, там мы не только посмотрим на более визуальные примеры этих исследований, то есть, визуализации культурных данных, но просто я вам покажу, как кухню, как мы сами делаем один из таких проектов, то есть, мы возьмем, посмотрим на данные, прямо перед вами я что-нибудь посчитаю, сделаю графики, то есть, я просто поведу, как бы, через, вот механику, как делаются такие проекты, вот, но я хочу буквально 5 минут еще завершить и представить, как вот, мое, так сказать, соображение буквально последних двух лет, и сначала мне это, я об этом жутко возбужден, я думаю, это возбуждение вы чувствуете, потому что, действительно, как бы, есть огромный потенциал, но, чем больше эти проекты делаются, тем больше, мне кажется, становится, по крайней мере для меня, очевидным становится, очень серьезные лимитации, наверное, что очень-то интересно, не только измерить эту наклон, наклон этой линии, а измерить именно diversity, да, то есть, можно сказать, что в каком-то периоде, в какой-то стране, в каких-то жанрах кинематографа, насколько, вот, в какой-то период она добьешься эти меньше, в какой-то период она добьешься эти больше, в смысле, мне кажется, вот такое, такое немножко более примитивное исследование, а вот это же исследование, мне кажется, уже самое оно, да, когда мы смотрим на какие-то метапараметры, вот. Ну, второе, значит, вторая проблема, ну, вот я показал вам, да, вот эта статья, которая, значит, пыталась создать модель, которая довольно успешно предсказывает, что как вот простые люди смотрят на какие-то эти видео и говорят, вот это видео более креативно, это менее креативно, но понимаете, даже если вы измерите, там, не только 10, не только 100, даже измерите 100 тысяч характеристик, не знаю, там, цвет, текстуру, не знаю, вообще направление горизонта, там, не знаю, насколько там у вас глаза, увлажненные вообще, какого цвета помады, да, вы понимаете, всегда, все равно, мне кажется, останутся какие-то вот детали, какие-то, как бы, какие-то измерения, которые, по крайней мере, пока мы не измеряем, и понимаете, может быть, так и оказаться, то есть, на самом деле, я прихожу к выводу, что не только можно, а так оно и есть, то вот эти какие-то, может быть, почти что невидимые, неуловимые измерения, то есть, аспекты работ, это и есть самое главное, да, скажем, мы берем две фотографии, да, мы измеряем, так сказать, ну, кто там изображен, какой у них возраст, какого у них цвета кожи, в чем они одеты, насколько там, так сказать, blur, фон, и так далее, и так далее, но потом, может быть, какие-то там, вот какие-то другие аспекты остаются, про которые мы даже не догадываемся, про них знают только там пять профессиональных фотографов, следующая проблема, да, ну, мы знаем, что человеческое зрение, оно тоже разделяет информацию на отдельные каналы, да, скажем, вот, ну, такая ведущая теория современного, как бы, так сказать, то, что называют Vision Science, то есть, часть психологии Neuroscience, которая изучает зрение, зрение же не только глаз, потом же все идет в мозг, правильно, но ваш глаз, как бы ваш глаз, так сказать, разделяет информацию, там, не знаю, одна система анализирует движение, другая форма, там, другой цвет, и так далее, и так далее, да, и потом все это к этому мозгу склеивается, но как все это склеивается вот здесь, да, мы не знаем, то есть, в смысле Neuroscience, ну, как бы, она, конечно, прогрессирует, но в каком-то смысле она очень медленно прогрессирует, на самом деле, я был аспирантом по Neuroscience, потому что у меня, там, много лет назад я думал, что будет огромный потенциал, я получил магическую степень, из этого вышел, потому что я понял, что в моей жизни они ничего, как бы, этого не поймут. Ну, так вот, вы понимаете, скажем, мы берем там изображение, опять же, тут же, как бы, с селфи в Инстаграме, мы измеряем, так сказать, степень улыбки, наклон головы, цвет, так далее, так далее, но, понимаете, мы не знаем, так сказать, как вот человеческое сознание, как они, которые тоже это измеряют, ваш мозг, как он все это склеивает, какой там алгоритм, да, и потом вы скажете, вот это лицо какое-то банальное, это лицо уникальное, в этого лицо я могу любиться, это лицо мне противно, то есть, как бы, как вот эти все эти отдельные модулярные измерения, да, как все это склеивается, да, значит, третья проблема, понимаете, вот, когда вы, так сказать, скажем, значит, ученые пишут эти статьи, чаще всего, но они берут, скажем, там, Facebook, давайте мы сделаем такой сэмпл, ну, там, миллион, миллион изображений из Facebook, и потом мы начнем там определять, как бы, как люди одеваются, понимаете, но миллионы на самом деле не так много, да, то есть, в мире же есть там сотни тысяч поселков, там, миллион поселков, как бы, есть вы, вы меняетесь, сегодня вы один, сейчас вы другой, до, то есть идея для того, чтобы нам понять действительно разнообразие человеческих, культурных идей, изображений, воображений, что вам нравится, что вам не нравится, да, то есть, нужно, это, наверное, это нужные, как бы, так сказать, данные, которые будут во много-много раз больше, чем то, что мы собираем. И когда вы собираете такой, как вам кажется, такой большой кусок, большой сэмпл, с Инстаграмом, с Фейзбук, ВКонтакте и так далее, то вполне могут быть какие-то маленькие кластеры, маленькие сообщества, маленькие какие-то группы, которые просто там не выделяются. Скажем, если предложим, мы будем соблюдать данные, будем писать такую более расширенную историю искусства 20 века. И там будет уже не 200 художников, а 10 тысяч. Я уверен, что какой-нибудь гениальный художник из Нижнего Тагила, который на этой выставке, он просто не войдет все равно. Он просто не войдет, потому что на самом деле сэмпл недостаточно большой. И последний критицизм, то есть использованные статистики в 20 веке, в социальных науках, особенно эта идея построения таких достаточно простых моделей, которые пытаются предсказать информацию, то есть новые данные, но они, как вы видели, они чаще всего предсказывают не на 100%, предсказывают на 60, 70, 80, 90%. И в традиционном понимании 20 века то, что модель не предсказывает, это как бы такой noise, то есть это такой error, это как бы не такой какой-то отстой. Но, понимаете, может быть, с точки зрения культурное, то, что модель не может предсказать, это может быть и самое интересное, это и самое важное. И, собственно, 10 лет назад, в 2007 году, мы создали лабораторию, это был профессор в университете в Калифорнии, Сан-Диего, то есть в Южной Калифорнии, эта лаборатория по-прежнему там осталась, хотя я самый сейчас профессор в Нью-Йорке, вообще я 20 лет преподавал компьютерное искусство и теорию мидии, и настолько в это влез, я говорю, давайте вообще, надо мне навлезть, просто посмотреть, что там происходит на самом деле в этих компьютерных областях, и теперь профессор компьютер-сайенс и учет спирантов, компьютер-сайенс, хотя я сам ни разу не взял на нового класса. Ну, как бы, знаете, любой мидиахудожник может программировать, ничего там сложного нет. И вот, так сказать, сначала я стал изучать, потом я стал этими учеными делать коллаборейшн, делать проекты, и постепенно, как у меня, стал развивать какие-то идеи, вернее, такую какую-то суперпрограмму, хотя конкретные проекты нашей лаборатории, может быть, эту программу, так сказать, пока еще не реализуют, то есть можно ли вот компьютерные технические методы использовать для изучения культуры, используя очень большие данные, но изучать по-другому, чем изучать довольно большой процент этих статей, и чем эти методы используются в индустрии. Вот. И с одной стороны. А с другой стороны, это дикий такой, так сказать, мой такой вызов традиционной культурной истории 20 века. То есть я считаю, что время такое большое, так сказать, такой абстрактный, такой, какой-то такой, генеральской теории уже прошло. Мы слишком знаем много про сегодняшний мир. То есть я, мне кажется, что современная теория должна начинать не с каких-то, не с теории, а с данных, из каких-то эмпирических исследований. Давайте последуем, как бы, какое было искусство на самом деле в Екатеринбурге. Причем возьмем всех. Не просто интересных художников, возьмем всех. Это, мне кажется, сегодня теория, ну, это мое мнение, мне кажется, она не должна использовать такие концепты, как там фетиш, alienation, капитализм, environment, nature. Потому что есть, как бы, десятки разных способов, тип капитализма. Вот социологи это знают, экономисты это знают, это не знают только, как бы, художники и мы. И в этом смысле, вот пример, да, я считаю, что не имеет смысла тренировать Facebook. А нет никакого Facebook, да? Есть сотни, и, может быть, даже тысячи на различных использования Facebook разными людьми. Вы можете консервизировать интерфейсы, можете консервизировать ваши эксперты, можете использовать там, чтобы продавать косметику, не знаю, или там, влюбляться, или там, share фотографии. Вот эти все эти практики, да, они достаточно разнообразные. То есть там нет одного, как бы, какого-то вот такого, так сказать, Facebook, который можно теоризировать. В этом смысле, мне кажется, что в культурной теории XXI века, может быть, можно взять биологию как свою модель. Знаете, с одной стороны, биологи, они пытаются понять абстрактный механизм эволюции. То есть есть вот современная теория эволюции. С другой стороны, биология не пытается свести, как бы, реальность биологическую, да, к некоторым жанрамам. Вы приходите в музей, там, инсталляции, живопись, фотография. Ну, биология же не делает. Биология говорит, вот там в земле есть, наверное, где-то 100 миллионов списис, 100 миллионов разных видов. И они все это описывают. Почему они не отчают описывать культуру современную или прошлую с такой же степенью дистальности, да, вместо того, чтобы, как бы, говорить там о 50 жанрах, говорить о 500 жанрах. Это уже будет прогресс. В этом смысле, знаете, чтобы, как бы, так сказать, немножко порианизировать над Марксом, значит, Маркс сказал, что традиционная цель философа была объяснить мир, а наша цель будет изменить мир. Мы знаем, к чему это привело, да, стоят революции, сотни миллионов, как бы, трупов в России, в Китае и так далее, в Северной Корее по-прежнему существует. Мне кажется, что сегодня культурная теория должна быть более скромной. Давайте начнем от того, что мы пытаемся увидеть мир. Почему это важно? Потому что если сегодня там на одной только Facebook, а где только одна Facebook, да, люди там ставят там больше двух миллионов изображений в день, как мы можем эти визиры, нам нужно их увидеть? То есть вот такой элементарный акт, про который культурная теория никогда не задумалась, там, прочесть роман, да, посмотреть пьесу, посмотреть на фотографии, он становится проблематичным. То есть получается нам нужно придумать новые инструменты зрения. И вот, скажем, вот мои коллеги придумали такой концепт, не микроскоп, не телескоп, а макроскоп. То есть такой инструмент, который, как бы, позволяет вам видеть, как бы, на разных уровнях, знаете, как Google Earth, вы можете Zoom или Now, да, и все это сочетать. Причем вот эта идея, как увидеть современную культуру, это не только относится, как бы, такой consumer culture, там, Instagram и так далее, это относится к профессиональной культуре. Мы же не можем объехать в семинаре, мы не можем посетить там все художные школы. Знаете, когда я был в Китае в 2004 году, ко мне подошел профессор и так посмотрел на меня, говорит, Лев, а вы знаете, сколько в Китае уже, так сказать, кафе дигитального искусства? Я говорю, я не знаю, а он говорит, 350. Вот. И, так сказать, и последнее закончу, то есть, это как бы такая суперпрограмма, да, то есть, немножко спрашиваю то, что невозможно, да, то есть, можно вообще думать о мире без категории? Или можем изучать культурную diversity, да, то есть, просто вот разнообразие культурных форум, идей, отношений, experiences, да, будь то там интерактивная медиа, будь то живопись, там, будь то дизайн отелей, будь то, так сказать, дизайн, там, не знаю, авокадо, так сказать, авокадо, так сказать, авокадо сэндвичес и так далее, и так далее. То есть, можно изучать культурную diversity, да, культурное разнообразие без assumption, что вот есть какие-то типы, идеальные типы, а это все, как бы, вариация вокруг этих типов. То есть, понимаете, очень просто, на Инстаграме сказать, ну, вот есть, как бы, там, селфи, там, фотографии ваших ног, там, пейзаж, вот, и все остальное вариации селфи. То есть, идея, понимаете, такая вот идея 19-го, 20-го века, да. И, понимаете, 19-го века не было даже компьютеров, не было даже Excel-я. Поэтому теория, будь то Маркс, будь то Сассер, будь то Фройд, не знаю, будь то, так сказать, культурная теория, и она была, она действовала как такая очень сильная форма редукции. То есть, все разнообразие мира, оно редуктировалось, суммировалось в какие-то, там, оппозиции, там, пролетариат, так сказать, и, так сказать, люди, которые владеют средствами, средствами, как бы, продукшен, да, и так далее, и так далее. Но зачем оно сводить Инстаграму, или Фейсбук, или современное искусство, или городские формы, там, к пяти, десяти, даже пятидесяти типам, и потом сказать, где-то все в реакции идти. Можно ли изучать это разнообразие более детально? То есть, в этом смысле можно определить культурную аналитику как количество изучения культурных паттернов, трендов на разных уровнях, но нам нужно тут же прибавить, что эти паттернс, да, они только, так сказать, объяснят только определенные аспекты этих артефактов их восприятия. Ну, тут я собирался показать, как бы, несколько проектов в моей лаборатории, где, в общем, в каком смысле мы пытаемся эти идеи конкретно реализовать, но я думаю, что это мы сделаем, как бы, на воркшоп. Ну, вот, просто я один покажу изображение, значит, это вот на тему интерфейса, это, как бы, скриншот интерфейса нашего уже очень старого проекта Selfie City 2013 года, и мы сделали такой интерфейс, где мы собрали, там, привезли по 4 тысячи селфейс из шести городов, мы полиализировали их, используя искусственный интеллект, искусственное зрение, и вот у вас сверху точно такой, как бы, такой контрольный пульт, вы можете, как бы, фильтровать эту базу данных, можете выбрать город, вы можете выбрать возраст, вы можете выбрать гендер, то есть это все определил компьютер, и вы можете определить, как бы, позу, направление головы, и мы даже, опять же, мы используем, как бы, такую стандартную коммерческую, как бы, бесплатную систему, тогда их было две, сейчас их уже где-то 25, то есть, пожалуйста, можете делать проекты, то есть эта система еще измерила, там, скажем, семь разных настроений, так сказать, вы спокойные, вы angry, вы счастливые и так далее, и, понимаете, когда мы сделали этот проект, я был очень возбужден, я говорю, знаете, можно там взять фотографии, значит, из Сан-Паула, скажем, взять там, не знаю, там, взять, как бы, только вот людей, которые повернули очень так игриво свою голову в определенную сторону, ну, и снять, конечно, в основном это девушки, хотя там есть один какой-то мужик тоже, вот, и я говорю, вот прекрасно, если вот выясняется, что как в Сан-Паула, вот такой, есть некий, такой процент фотографии, а в Москве процент другой, это да, то есть, вот можно выявлять, как бы, такие петтернс, такие тренды, так сказать, и собирать там уже триллионы, так сказать, культурных объектов, полсты и так далее, и находить такие тренды, и сравнивать их, так сказать, по городам, там, по возрасту людей, по любым параметрам. Но, понимаете, сейчас мне кажется, это последнее, что я скажу, что на самом деле, понимаете, вот, каждое лицо уникально, да, и поэтому каждая фотография лицо уникальна. И когда мы смотрим на эти лица, да, то, что нас возбуждает, то, что нас интересует, это именно вот то, что эта программа, этот проект не измеряет, да, когда мы все эти, мы выбираем фотографии, которые все наклонены определенным, так сказать, образом, то, что все эти, как бы, девушки, там, и один мужик такой матч опровернули, так как либо, свои лица, да, это только будет делать более очевидным всю разницу между этих лицами, всю разницу между этими фотографиями, да, и мне кажется, в каком-то смысле, так сказать, вот селфи, почему они так популярны, да, ну да, конечно, есть там определенные тренды, там, такая селфи, там, селфи с подругой, так сказать, селфи, там, не знаю, селфи, селфи, но, такая просто большая, так сказать, часть человеческого мозга, отводится к обработке информации по лицам, и все лица всегда разные, и все фотографии лиц разные, и вот это, как бы, какие-то разницы, которые, может быть, буквально один процент, и всего другого, что есть в этой фотографии, вот именно этот один процент, есть ее фишка, это не значит, что использование культурного, искусственного интеллекта, науке, данных, статистики, что это, как бы, абсолютно бесполезно, то есть, наоборот, мне кажется, это прекрасно, да, потому что выявить такие петтернсы, это тоже нужно, то есть, нужно расширить историю искусств, чтобы там было не 20 художников, не 200, а 20 миллионов, мы же не знаем, что люди рисовали 19 веке, были передвижники, был салон, а что еще было, но, когда мы все это делаем, мы должны помнить, что, какие бы мы ни забрали кооперативные методы, очень трудно представить, что они полностью все измерят и полностью все объяснят, вот это, как бы, некое таинство искусства, таинство культуры, я думаю, потому что мы собрались в этом зале, потому что ее, конечно, в итоге нельзя объяснить, огромное спасибо, надеюсь, у нас будет несколько минут для вопросов. Свет, пожалуйста. В 80-е годы мы все, как бы, признали как факт, и Деррида нас в этом убедил, что, когда мы читаем текст, и в этом смысле все эти алгоритмы, это тоже есть разновидность прочтения текста, в данном случае огромного дейтебейса, что, когда мы читаем такой текст, то мы можем понимать то, что в этом тексте есть, то, о чем он говорит, и то, о чем он не говорит. Позволь мне, как бы, этот вопрос объяснить примером, то есть, вот прекрасные графики, которые показывают, что в 50-е годы длина песен записи была полтора минуты, например, да? Нет, ну, условно говоря, но предположим. Предположим. Не забыл фильм там, ну ладно. Предположим, да, что вот в 50-е годы были такие вот ритмы в музыкальных, как бы, записях. Но мы же знаем, что в действительности звуковая культура того времени основывалась на том, что люди пели или слушали за пределами записи. То есть, смысл тогда проведения такого анализа. Второй вопрос, связанный с этим, это то, что, это потрясающее, что я могу узнать, что в Таиланде в этом сезоне популярны белые майки, да? Да. Это действительно очень актуальная мысль, если я работаю в компании, которая производит эти майки. Но с точки зрения знания, да, если как бы тот вопрос, который ты поставил о теории культуры, то как мое знание о том, что в Таиланде популярны белые майки, изменило мое знание о том, что люди пользуются одеждой и что как бы майка это разновидность, то есть, что это добавило в моем знании, если можно ответить на этот вопрос? Ну, постараюсь очень коротко ответить, насколько это возможно. Ну, естественно, как бы, да, так сказать, любая лимита, основная фундаментальная как бы лимит, любых исследований вы ограничены на то, что вы прочли, увидели, посмотрели и в данном случае собрали и посчитали, да? И в этом смысле, конечно, вот, как бы, архивы, культуры, культуры, которые были, как бы, так сказать, оцифрованы, чаще всего это официальная культура или, скажем, астерократическая культура, это картины, которые были в салоне, там, да, или, скажем, художники, которые только были знаменитые, и, конечно, вот, скажем, вот, то, что, скажем, здесь делают ребята, там, да, записывают, они, ходят, там, записывают, там, воспоминания какие-нибудь рабочих, да, это абсолютно уникально, да? Вот, конечно, если записать достаточно воспоминаний, потом можно реализировать, да? Но, как бы, натискать, ну, так сказать, лохрени фруц, то есть, собственно, все эти стены расцвели в компьютерной науке, потому что достаточно просто скачать все эти данные из этих социальных сетей, да, вот, а, и поэтому мы можем изучать, как бы, во что люди одеты сегодня, да, ну, опять же, поэти, дело не в том, что майки в Триланде, а в том, что вот, можете собрать там, они собрали 100 миллионов фотографий, они же нашли не только майки в Триланде, понимаете, они нашли кластеры, люди наносят белую майку, не знаю, там, оранжевые, так сказать, кроссовки найки, и при этом они улыбаются вот так, то есть, как бы, идея, мне кажется, самое главное, да, это не то, что белые майки, это не то, что они нашли, это факт, что это дает нам новое видение культуры, так сказать, как там, не 10 типов одежды, там, не 100, а 100 тысяч, не один кластер, да, то есть, это, как бы, такое многообразие, но, конечно, можете сказать, только определенный процент людей ставить на инстаграму, то есть, конечно, в этом смысле, наверное, вопрос, который нужно задать, можно ли каким-то образом автоматизировать или механизировать этнографические исследования, да, то есть, то, что мы видим сегодня, это, конечно, такая самая первая, как бы, да, ранняя стадия, наверное, когда мы начнем думать, ну, хорошо, все это прекрасно, но, там, инстаграма, и Кадиборг, и Кадиборг, вот, то есть, как бы, как вот, эту проблему преодолеть, то есть, можно ли, как бы, не знаю, то есть, как описать Кадиборг, то есть, ну, что же, нужно, не знаю, взять там, взять роботов, послать, чтобы они все-таки кофировали, то есть, это уже возникает тоже интересный вопрос, вот, то есть, пока мы видим, как бы, применение уже существующих статистических, искусственный интеллект, и так далее, методов, данных, которые часто, чаще всего, такой, бордейджел дейта, вот, я думаю, что-то пока что, как бы, так как первый, первый шаг, но последнее, я хочу сказать, да, что, проблема стоит, для меня проблема, самая главная не в это, проблема стоит в том, что в 20 веке, ну, в 19 веке, в 18 веке, да, человек начинает думать вообще про себя, про свои дети, про общество, да, возникает там enlightenment, потом возникает социология, психология, антробология, там, истории искусства, да, и в 23 веке происходит некий такой ренессанс, такая золотая эпоха физической мысли, да, не знаю, от русских формалистов и бахтина там, до, не знаю, до там Левистраса, Крестевой там и так далее, то есть как бы, то есть там Артранио Барта, и потом, мне кажется, где-то в конце 50-х годов, это немножко все как-то угасает, и, по крайней мере, вот я, так сказать, не вижу никаких таких больших новых теорий культуры или общества, которые производят как бы вот социологии, антропологии, скульпторе и так далее, и так далее, и мы живем в некую такую эпоху, я бы сказал, такого, знаете, такого, когда люди, очень пользуются капиталом на работу 20 веке, и вот тогда все это, возникает возможность забирать все эти данные, обработывать, то есть все эти исследования, они очень интересны, да, и некоторые из них, мне кажется, очень-очень интересно, но не все оперируют концептами, категориями, которые придуманы в 20 веке, или стиль, жанр, автор произведения, то есть пока я не вижу, что вот из этих, эмпиритических исследований можно было вынести новые концепты для писания культуры, то есть я сам этим действие за ним, я сам этим действие пытаюсь заняться, я, пока мне не получилось, да, то есть в этом смысле, то, что происходит, это прекрасно, но это в контексте некого такого, я бы сказал, теоретического такого, довольно как бы такого нищего момента, да, вот, и поэтому, как мне кажется, вот это как бы некий такой, так сказать, период, в котором мы живем, если мы жили, если бы все происходило какие-то там 70-е годы, 60-е годы, это бы результаты были гораздо более интересны, или 20-е годы, но как бы это вот, поэтому, так сказать, собственно, мой доклад, вот именно про эти лимитации, но с другой стороны, все равно, как бы, да, все-таки меня, по крайней мере, все это возбуждает, по крайней мере, вот, у меня концептуальный вопрос, ремарка про белые майки Таиланда, концептуальный вопрос вот какой, у американского философа Томаса Нагеля есть очень хорошая книга, которая называется «A view from nowhere», взгляд ниоткуда, в которой он весьма убедительно критикует естественно-научные модели научного знания, состоящие в претензии, как он считает, на объективность. И вот эта одержимость большими числами, которую так любят университетские администраторы, потому что это очень, как бы, неолиберальная вещь, мы любим все большое, оно впечатляет, прошу прощения, оно волнует, под это можно большие деньги получить, она, она, как бы, в каком-то смысле возвращает нас в те времена, когда биология была единственным источником, единственным возможным типом модели. И, в принципе, вот вся эволюция социально-гуманитарного знания в 20 веке, она ведь в чем состояла? В том, чтобы доказать, что возможны другие варианты, другие варианты теории. И одно из самых главных вещей в этих других вариантах теории состояло в том, что это были biased theories, это были теории с standpoint theories. Я имею в виду, что ты не можешь быть просто теоретиком, ты можешь быть правым или левым, консервативным или радикальным, сторонником актерно-сетевой теории или сторонником теории нерепрезентативной, коммунитарианцем, либертарианцем. Ты не можешь смотреть на мир просто ниоткуда с высоты вот этих миллионов данных, которых ты собрал. Следовательно, мой первый вопрос заключается в том, чем та модель культурного теоретика, которую вы предлагаете, будет отличаться от человека, работающего аналитиком в Google или той же Facebook-компании, агрегирующего гигантские данные и успешно продающего их всем, кто хочет их купить. В чем научная специфика, в чем гуманитарная специфика того продукта, который возникнет в результате вот этой новой культурной теории, которую вы предлагаете. Теперь, что касается белых майк. Все, весь прошлый год в Таиланде, служу по Бангкоку и другим городам, люди не носили белое, люди носили черное. Король умер, и надо было его оплакивать. Это продолжалось несколько месяцев. Ты можешь быть в торговом центре, ты можешь быть в ресторане, ты можешь быть где угодно. Большинство людей, которые видны на улицах таиландских городов, носили черное. И что из этого скажут? Ну, про белые майки. А где ваши увидели белые майки? А там написано Таиланд белые майки? Там напишут, что в Таиланде где это вы увидели вообще? Нет, там просто написано белые графические, white graffitis. Они собрали данные за какой-то период, и в этом периоде они это нашли, так сказать, то есть я не понимаю, что, собственно, вы хотите. Вы думаете, что это как-то, так сказать, заказать, давайте... жизнь всегда богаче, жизнь всегда богаче. Ну, так я про это говорил, собственно, про его доклад, так сказать, была в системе богаче, правильно, доклады, что жизнь богаче. Нет? Это же как бы я сказал, нет? Это был последний, может быть, вы, наверное, уже с самого начала подумали вопросы, просто не слушали меня, вот последнее, это же здесь написано, белым по-черному, куда еще виднее. Ну, давайте, мне кажется, более ваш интересный вопрос, так сказать, по поводу гугла, и сказали, ну, а чем это будет отличаться от людей, которые сидят в Google, ВКонтакте, так, с моей точки зрения, они и есть гуманитарии, а не мы. То есть, тот факт, что, понимаете, идея, что они продают-то всем, что они сотрудничают с CIA, но это бред, это как бы не так. Но разница только одна, да, что этот анализ, да, то есть, его делают не люди, его делают, как бы, сами компьютеры, компьютеры создают эти модели, эти модели постоянно обновляются, и потом, скажем, эти модели используются, там, не знаю, автоматик, адвертайзинг, плейсмент, я знаю, и так далее, там, пресс-эндикейшн, и так далее. То есть, у них нет времени про это думать, да? Вот, то есть, как бы, культурная аналитика, или, причем не только то, что я делаю, как бы, да, ну, десятелищих людей, Deadma severos, то есть, это использование тех же методов, тех же самых данных, но просто у нас, как бы, время подумать, у нас время проанализировать, у нас время, как бы, потаскать, сравнивать, и самое главное, как бы, сделать эти модели более, как бы, ну, explicit, потому что, если эти модели, это как бы, теория создается как бы black боксами с нейронных сетей да то есть никто на нее даже не смотрит но понятие уже до 200 лет после light man 100 лет после революции пройти в гуманитарных науках падает с каждым днем так что наверно перестраиваться то есть я считаю это действует просто гуманитарная наука вообще спастись и быть реаловым что через пять лет уже никто не будет записываться на эти классы но я понимаю что другую никогда не убедим таскать но но это прекрасно когда вы рассказывали про вашу лабораторию последнем слайде там где-то вы сказали что вы ищете это новые способы описания того что выходит не статистики и вот вопрос вы все-таки постарайтесь придумать новые методы измерения те которые сейчас вот не учтены там не яркость не что какие-то совсем новые как вы сказали неизмеримые или это какие-то не интервальные это это не шкалы будут какие-то другие семантические описания то есть все-таки можете секрет раскрыть каком направлении новые шкалы или вообще без шкал но эта тема которая в общем-то меня не успел искать полностью развить потому что я устал сам себе переводить по-русски поэтому я только удалось мне 3 доклада вам и сказать но скажем с самого начала с самого начала да значит сейчас секундочку где найдут слайд вот-вот да ты сам начал как бы мотивация была не измерить не изучить а увидеть да я очень я очень изменяю что искать у меня не было я стал среди показать проект вы можете пойти на там кучу аналитик слэп таскать даты инфы и все сами видеть да ты сильные инструменты для визуализации и интерактивной навигации через культурные данные то есть идея была какая-то ну да по этим можем там взять опять же те же самые салфи из там измерить наклон головы там или целую палитру и потом сделать такой график вот в таиланде столько-то там да но это же опять же огромная редукция вот поэтому что мы делаем мы делаем как бы инструменты насколько получается да то есть когда я все это начал нашей лаборатории сотрудничал с другими лабораторий нашим университете где люди просто делают такие большие такими стены результации то есть скажем семьи с монитору по 30 ничей и вот пока вы туда загружаете там 10 изображений и можете просто как и сфотировать в реальном времени по сотне параметров но понимаете а эта стена показывает памяти сами изображения они точки с идеей что и забыли матч на изображение и матч это такой целый мир ты вместо того что сводить его как в точке в каком-то графике да это вы смотрите то смысле для для меня это полное логическое предложение общем метров гуманитарных наук то есть в тысячи сонном году значит а значит знаменитый австрийский значит теоретик сейчас имя вольфлин дать ему дали позицию нашли вене он приехал где давайте сделаем такой новый инструмент два слайд проектор вместе и вот как бы архистворен сравнивали как ну хорошо это хорошо сравнить на два изображения а как сравнивать там два миллиона изображений вот но идея именно как бы выделили в данные без их редукции то есть изображение с изображением то песни песни и так далее так далее да но таскать идея просто как бы не заменить ваше зрение ваш интеллект статистикой компьютерами а где просто помочь вам как бы сравнивать вещи да вот из как бы то есть если предложим там я вам дам там тысячи фотографии но можете как бы это сказать как-то там не знаю затирать на столе вы увидите многие вещи накид вещи не увидите он просто далеки инструменты понять сожалению я ничего не подключен к интернету потому что у меня нет русского телефона вот а но можете копить прогулки все это видите да вот то есть как бы и и перед чем как там измерять теоризировать там интерпретировать давайте просто посмотрим да и увидим не только белые майки мы видим как бы многие вещи которые просто другого как вы по-другому это видите все но чтобы вы не можете объехать там 100 тысяч городов как за каждый месяц спасибо за лекцию я хотел вернуться к первой части как где вы говорили о не об оценке уже каких-то изображений текстов музыки а про то что компьютер сейчас может производить какие-то визуальные объекты музыку и так далее у меня ощущение может быть ложное что там бал правят люди с бэкграундом компьютер сайенс и мало там гуманитариев и так далее как вы считаете может ли это быть каким-то мейнстримом и могут ли аналитики гуманитарии занять не догоняющую позицию анализировать уже то что производит компьютеры а как-то в этом процессе поучаствовать потому что вы говорили что у них больше свободного вреда ну ну да потому что сказать потому что что мы делаем обществе не нужно поэтому на мало платить нас много свободного времени таскать то есть это очень знаете я опубликовал вас последний склет нет пару статьи в научных журналах это такое вообще-то это не так просто но скажем так да вот если очень посмотрите на содержание гуманитарных программ для их классов но это 20 процентов этой истории это прекрасно правильно то вы должны учиться где-то в истории культуры во всех во всех областях но почему гуманитарием не заняться как бы скажем изучение предсказанным дебатами о культуре будущего какие будут изображения через 10 лет или 20 лет какое быть искусство какие будет нарративы будет и нарративы ты все наши дискуссии про будущее это там всякие cyborgs как бы или всякое тёмное будущее на счетом сове ланд и практически никто не дискутирует кабин какие будет культура какие будет изображение какая будет интерактивность вот это как бы это как бы один таскать варианта таким образом мы будем больше общества интересны что касается второй вещи поэтому это процесс вот как обработка изображения компьютером начинается в конце 50-х годов в нескольких лабораториях затем же пропавший лабораторий там найти и так далее да ну и проходит 20 лет появляется photoshop и которые используют как в принципе на которых все переходят да то есть что происходит что вот скажем эти как бы компьютерные языки модели там искусство интеллекта все каждый месяц там все больше и больше где становится более более демократично по крайней я не знаю что происходит в европе пока в америке да но уже там десятки тысяч студентов там социологии антропологии там урбан стадис коммунитариев но они все учат как бы программирование там ap iphone и эти модели модели становятся все более более простые то есть пожалуйста можете там за пять минут у тебя установить какую-то нейронную сеть и почитать это вопрос просто как бы быть все больше больше как бы внедряться да что касается вот людей которые как бы использовать куртный интеллект для производства культуры ну появится по-разному да то есть то есть то что я вижу он то что я читаю скажем это какая-нибудь фэшн компания сотрудничает себе вот или скажем там фильм стадис какая-то в студии сотрудничает с какой-нибудь там google люди которые сидят в google и действительно в общем то мне иногда как бы когда я с ними беседу я там вижу на конференциях сида мурашкин по коже это вот мы забрали вообще новую форму искусства ну там с нейронной сети там и дает нам такой плохой сюрреализм вот так что это смысле как бы есть действительно как бы большой большой конфликт но опять же сказать это вся технология так свое время было с photoshop в свое время было там найти с миди и так далее она становится все более и более как бы ну проще для использования поэтому то же самое произошло с ними делать то есть 20 назад всех ними диартиз которые выставляли можно вот эту комнату посадить и искусство очень плохое сейчас я приехал со своей троники да там было тысячи сорок художников которые все было плачено искусство был довольно хорошей очень хорошая так что думать вопрос времени нечуточку а Продолжение следует...